МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Активно ведется работа с медицинскими колледжами. Студентов привлекают на производственную практику в качестве помощников врачей. Так удалось заинтересовать 56 человек по направлениям терапии и хирургии. Также команду специалистов пополнили 12 кандидатов медицинских наук. То есть прирост у нас по месяцам до 50%. Профосмотры начинали с тысячи, полторы, трех. Сейчас подобрались с пяти тысячам профосмотров в месяц. На удаленных территориях появилась возможность проведения диспансеризации. Для этого созданы выездные бригады. В нескольких поликлиниках закуплено оборудование. Однако проблемы все еще есть. У нас поступило 766 обращений. Фонит также запись на прием, меддокументы пациента, медицинская помощь. Например, в селе Никольском хирург принимает на втором этаже. Добраться к специалисту-пациентам порой очень трудно. Жители просят перенести кабинет на первый. По поводу переезда с второго этажа я абсолютно это поддерживаю. Мы посмотрим условия, которые мы можем создать на первом этаже для лицензирования этого кабинета. Потому что это должен быть и сам кабинет определенной площади, и рядом перевязочный, ну и соответственно другие все по санпинам условия. Жителей волнует и отсутствие социальных аптек в больницах и поликлиниках. Запрос об их открытии руководство больницы обещало направить Мособлмедсервис. С нашей стороны, со стороны Ренцовской больницы, мы максимально стараемся подстроиться под пациента и под аптеку, потому что мы понимаем их трудности обеспечения. В поликлинике в Ромашково проблема организационного характера. Поставить автомобиль у лечебного учреждения практически невозможно. Активисты попросили рассмотреть возможность обустройства парковочных мест. Мы составляли в проектную документацию на предмет того, сколько мы можем выделить за счет газонов на территории непосредственно внутри забора для парковочных мест. Вот мы этот вопрос сейчас уточняем. На сегодня укомплектованность терапевтами составляет 93%. Число педиатров тоже выросло. А в июне в Одинцовской больнице к работе приступит Василина Лисовик, заслуженный врач Российской Федерации, доцент кафедры хирургии. Карина Яряшева, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.